Вопрос достаточно банальный. Каков итог? Первая игровая тренировка на этом сборе. Какие впечатления? Впечатления приятные, приятные, хорошие, внимательно, с большим желанием. Понятно, что это молодые ребята, многие первый раз приехали и работают в этой сборной. Поэтому понятно, что очень концентрация хорошая, внимательно все исполняют, выполняют. Так что впечатления пока положительные. Митрий Витальевич уже вопросы задавал, но он рассуждал непосредственно о голкиперах. Поэтому вам повторю тот же вопрос. Обычно даже когда 26-25 игроков вызывают, мы все равно задаемся вопросом тем, что как за 2-3 дня все успеть, все сделать, какие главные задачи поставить. Сейчас почти 50 человек. Что самое главное нужно успеть и как успеть продуктивно поработать в эти несколько дней? Все то же самое. Ничего особо не изменилось. На подготовку перед 7-м числом сегодняшняя тренировка и завтрашние две тренировки у команды. Та, которая будет играть с Египтом. И практически то же самое можно сказать про сборную, которая будет играть в Катаре. Потому что понятно, что если бы не было у нас игр в Египте, то могли бы сейчас и сегодня, и завтра, и послезавтра, еще там три дня, больше внимания, наверное, уделить сборной, которая будет играть в Катаре. Что есть, то есть. Хотя есть эти игры, и слава богу. Я сейчас больше про Египет, ну и про Катар тоже, наверное. То есть, да, получилось договориться. Египет тоже захотел. Да, понятно, что, наверное, для футболистов и для тренерского штаба больше просто-напросто работы. Но на самом деле посмотреть то, что мы делали или пытались сделать в матчах после того, как нас отстранили от всех молодых ребят использовать и знакомиться с ними. Сейчас-то, возможно, в рамках вот таких матчей, как это будет в Египте. Правильно ли я понимаю, что сейчас вот две группы, они работают, каждая по своему расписанию. Правильно ли я понимаю, что после тренировок или после матча с Египтом, тем более, может что-то измениться, и вы можете увидеть, что какой-то из футболистов, он готов сыграть и в Катаре, поскольку там никаких ограничений нет, и он уже перейдет в основную номинальную группу. Ну, все может случиться, да, все может случиться, еще и травмы могут, какие-то болезни, травмы тоже, поэтому случиться все это может, но я думаю, что, или дай бог, чтобы этого там не случилось. Те футболисты, которые готовятся на два матча с Египтом, они так и будут готовиться там, хотя кто-то, еще раз повторяю, может, да, и оказаться еще и в Катаре. Про каждого из соперников, будьте любезны, чуть-чуть расскажите, я понимаю, что теория подробная с командой будет чуть позже, наверное, но вы уже имеете какое-то представление, что за стиль у них, на кого они похожи, чем они опасны. На кого похожи? Потому что нет никакого представления об Олимпийской сборной Египта, как вы понимаете, не имеем вообще. Да и не надо, зачем, вам зачем представление иметь их. Да, команды, которые пытаются играть в футбол, то есть не силовой, так скажем, футбол, хотя понятно, что физически сильные футболисты есть, но я думаю, что интересные матчи, как раз попробовать в этих матчах увидеть с нашей стороны, прежде всего, понятно, больше мы на себя будем ориентироваться, ориентируемся, что в Египте, что в Катаре, против такого соперника, который играет сам, и, наверное, дай Бог, чтобы нам тоже позволило играть, не только из-за того, что будет бить мяч вперед и бороться за него. Поэтому, я думаю, что будет интересно, но нам, во всяком случае, точно. Понятное дело, что сборная всегда хочет побеждать, и тем более новичкам, дебютантам хочется себя показать, болельщиков порадовать, но, опять же, очевидно, что если вдруг не получится в каком-то из матчей полюбить, трагедии никакого не случится. Какова главная задача? Посмотреть молодых ребят, настроить какие-то взаимодействия, связки, чтобы они почувствовали, либо мы хотим все-таки принципиально результат и порадовать болельщиков спустя долгое время, поскольку сборная не играла. Порадовать, естественно, хочется всем, и всех порадовать это раз, и себя, прежде всего, тоже. И футболисты выходят на поле, даже в тренировке, они выходят выигрывать даже в тренировке. Поэтому здесь такая незадача, ее даже ставить не надо, выигрывать. То есть, если выходишь на поле, не для того, чтобы поиграть в футбол, а не для того, чтобы выиграть. То есть, желательно, хорошо, я играю в футбол, это уже другой вопрос. Поэтому здесь задачи даже ставить до такой не надо. Она уже поставлена изначально людям, которые выходят на тренировку, задача стоит выиграть. Валерий Георгиевич, а расскажите, а как удается поддерживать боевой дух и стимулировать игроков для игры в товарищеских мальчиках? Я не вижу такой задачи, опять же, стимулировать игроков и поддерживать боевой дух у футболистов, которые приезжают за сборную. Вызов в сборную, это уже априори, это уже вызов. И понятно, что сюда должны приезжать, во всяком случае, игроки, которых не надо дополнительно что-то как-то мотивировать еще. А себя? Нужно мотивировать? Нет, конечно, нет. У меня-то что себя мотивировать. Сначала даже 49 игроков, когда объявили, насколько вообще тяжело, вот даже два поля, две группы к этому, так скажем, тренингу самого? Да, в смысле, как определить, насколько тяжело, по какой шкале или как определить. Сложнее, тяжелее, ну да. Просто насколько сложнее, не знаю. Было бы проще, да, понятно, одну команду тренировать, делать одну теорию, а не две теории для одной команды, для другой команды, так скажем. Ну, все вдвойне просто делается, да и все. Ну, ничего страшного. Вы уже рассказывали о причинах Нивы из-за вашего Захаряна, они понятны, но удалось ли пообщаться с ним после, вот, там, у него была игра дебютная, у него второй раз еще сыграл, может быть, подобщения было? После игры дебютной не было, было до игры дебютной, после объявления списка, да, общались. И о чем, если не секрет? Не о чем, как дела спросил? Не подсказывали ему, про реал соседа, например. Что именно? Не знаю, какую-нибудь внутреннюю кухню. Но он рассказывал. Внутреннюю кухню, нет, там, внешняя там кухня, знаете, какая хорошая, ресторана хорошая. Дмитрий Хохлов обещал ему помогать, сказал, что если что, пиши, звони. Ну, там ему все расскажут и покажут, но мы там не нужны для того, чтобы про рестораны рассказывать. Как вы видите логику матчей и вот этого сбора? То есть две игры с Египтом и одна основной флор России. Вы согласились на это легко, или вы хотели второго соперника для основной команды? Ну, искали соперника для основной команды, да, так скажем. Назовем это основной, хотя я сейчас не хочу разделять на основную и не основную. Просто есть сборная, которая будет играть в Катаре, и сборная России, просто игроки 2001 года и младше. Поэтому понятно, что искали соперника второго, помимо Катара. Ну, вот такой получился вариант с Египтом. Думать, ну, вернее, хотели, так скажем, мы бы хотели сыграть одну игру с Египтом, но они настаивали только на двух. Поэтому, поэтому так наслаивается 11-го числа игра с Египтом и 12-го уже с Катаром игра. Ну, давайте так нам, выбирать нам особо не приходится, поэтому, что было, то было, и слава богу. Я правильно понимаю, что вторым соперником, возможно, был Бахрей? Насколько я знаю, там, я всего не знаю, естественно, насколько я знаю, там много, много. Несколько вариантов было, но что-то почему-то там не срослось. Не ко мне вопрос. Ну, смысл, мне вот голову забивать причинами, зачем? Не получается, значит, не получается. Ну, окей. Олег Григорьевич, ну, вы же сказали, что ты уехал, можете? Ну, сейчас объявят, да, Савел? Объявят сейчас, ну, сейчас объявят все. Что таится? Скажи мне? Я понял, что это извиняюсь. Ну, просто я сейчас что-то скажу, а оказывается, это там не скажу про одну мышцу, а там другая мышца. Вы потом будете рассказывать. Валерий Григорьевич, Валерий Григорьевич, по Захаряму, если можно еще извиняюсь, я понимаю, вы играли с нынешним главным тренером в Риан Соседаде, Валерий Григорьевич, звонил ли он вам перед трансфером, советовался ли с вами парсером? Нет, не звонил, никто не звонил. То есть вы никаких рекомендаций? Не спортивный директор Роберта, не иманул, не звонил никто. Валерий Григорьевич, по Эдгару Севикянову, он был в расширенном списке сборной, но в итоге принял решение выступать за сборную Армении. Общались ли вы с ним до того, как он принимал это решение? Нет, не общался. А по Степану Ганессианову? Тоже не общался. А как отреагировали на такое решение? Вы же его давали в список, а он потом даже опубликовал сообщение. Ну, никак. Ну, нет и нет. Ну, что сделать? Ну, этот игрок такого потенциала, это потери для сборной будущего? Неизвестно, потери или не потери. Сейчас как можно об этом говорить? Ну, потенциал, в общем, Захарян увиден сразу. То есть, если бы Захарян выбрал Армению, это потери для сборной, потому что он играл уже в основном составе у вас. Ну, в одной игре, две игры. Две игры он сыграл. Захарян опять же конкретно. Севикян играл бы сейчас в основном выступать на вашу игру? Прямо сейчас нет. Ну, вообще тенденция на смену гражданства, когда вот Тегнизиан берет, там, Севикян, вот как он на все это вообще смотрит? Смотрю на это нормально. Ну, а как, ну, вы вопросы задаете, а вы бы что делали? То есть сборная Армении, допустим, если говорим про сборную Армении, еще какая-то сборная участвует в отборе. На Европу, на мир будут участвовать, наверное. Да? Ну, если у них такая возможность есть, и желание такое есть, ну, нормально. То есть, с человеческой точки зрения, вы их не осуждаете? Нет, не осуждаю. Понятно, к чему готовится Египет, Олимпийская сборная, они играют в Олимпиаде, там, через год, да? К чему готовится, нам же, от перспективы этой команды, которая будет играть в Египет две игры? То есть, что это за сборная? Ну, перспективы... Давайте, ну, посмотрите, давайте так. Мы после того, как нас отстранили отовсюду, мы здесь вызывали, говорили, что хотим познакомиться, посмотреть, как можно с большим количеством молодых футболистов. Ну, вот эта возможность предоставляется в таком виде, и они точно сыграют. То есть, даже тех молодых, которых мы вызывали до этого, и давали где-то даже какое-то игровое время, там, возможно, было не так много. Вот, сейчас есть возможность познакомиться не только в тренировочном процессе, а еще в играх с этими футболистами. Я думаю, что сборная, сборная Египта, Олимпийская, которая готовится, как вы правильно сказали, готовится к Олимпиаде, то есть, это для наших футболистов этого возраста, я думаю, что это достойный соперник. Есть ли опасения, что дело может закончиться не очень хорошо в Египте? Потому что команда готовится к Олимпиаде, она сыгранная, там, ну, я думаю, что будет серьезная проблема с точки зрения результата. Ну, посмотрим по игре, ну, если даже будут, ну, что сделаешь? Если бы была возможность по времени, ну, там, условно, если бы матчи не шли друг за другом 11-го и 12-го, если бы, допустим, 7-го и 10-го, я правильно понимаю, что вы бы хотели во всех этих матчах поруководить команду? То есть, 7-го вы будете руководить в Египте, а потом 12-го в Катаре? Да. Хотели бы на всех трех матчах порулить? Ну, и на 4-х, и на 5-х, если бы была возможность. Угу. И будет тренировка сборной России в Белокаменке? Я извиняюсь, если неправильно. Как вы к этому относитесь? Ну, медийная активность, так скажем. Сборная, ну, промо-футбол, в Белокаменке, не знаю кого там. То есть, как бы спросили, есть ли такая возможность. Сказал, ну, так как вот график составили, то есть, да, там, 7-го числа полетит, те, кто останутся здесь, полетят в Белокаменку. Ну, то есть, это, по сути, полетят в Белокаменку тот состав, который будет играть в Катаре. Ну, по сути, да. Круто. По поводу сборной, по поводу перспектив, но разного рода высказываний. Татьяна Олеевич мне говорила о том, что он надеется на скорейшее разрешение ситуации, о том, что есть положительные тенденции. Наша сборная разных сортов играет. Карасева вызвали на судейский сбор, но в то же время в другие есть высказывания. Понятно, что у вас много людей из других видов спорта. Вот Сергей Федоров, наш поплавленный хоккеист, дал прогноз, что на 10 лет нас отстранили в футболе. Где здесь золотая середина, как вы ее видите? Без понятия. Не вижу. То есть, ну, я не имею представления, не имею, ни когда нас вернут, нас, и если вернут, то когда. Вы видите какой-то просвет? То есть, какие-то обстоятельства как-то складываются так, что позволяет вам говорить, что через какая-то перспектива? Голод, полтора, два, три? Ну, у меня нет данных, Тагир. Чего вы на меня смотрите? В максимальном тумане. Ну, да. А вы думаете, нет? Ну, я просто думаю, что сейчас мой прогноз гораздо ближе к тому, что говорит Сергей Федоров. Ну, окей, хорошо, это ваш прогноз, у вас такой прогноз. У меня никакого прогноза вообще нет. У вас хоть какой-то есть. Леон Георгиевич, вот вы вызвали, получается, Александра Коваленко, который не так, может, часто играл. При этом Михаил Игнатов, который показывает один из лучших стартов, наверное, с прошлого, по сравнению с прошлым сезоном, уже 5-10, осматривали вообще его. И почему, например, не он, а Коваленко, который меньше играет даже? Ну, потому что Коваленко, мы уже, еще раз повторяю, мы с ним знакомы уже были, да, при том, что он не так сейчас много играет, или вообще не играет, можно сказать, практически в «Зените». Ну, возможности мы его знаем, и уже знакомы с ним, то есть времени, как вы и сами сказали, времени на адаптацию, на тренировки, как обычно, нет. Поэтому, ну, что просто с ним будет проще. А почему, а рассматривали вообще Игнатова? Послушайте меня, мы рассматриваем всех российских футболистов, которые хоть взамен даже выходят, мы их рассматриваем всех абсолютно, потому что не так их много. Олег Георгиевич, когда были предыдущие сборы, вы говорили, что был разговор у вас Зобнина, который просил его не вызывать сборную. С того момента были ли у вас новые разговоры, и поменялась ли как-то ситуация? Нет, больше не было разговора. Ну, сейчас, наверное, мы все поговорили, все решили, все поняли. Я думаю, что сейчас, если были какие-то изменения, наверное, сейчас он, наверное, уже тогда должен был бы поставить в известность. Я так думаю. То есть вы какой-то запросу больше не отправляете, вы ждете какой-то реакции от Романа, что Валерий Георгиевич, я готов? Мы поговорили, все, о чем нет, каждый день разговаривать не изменилось ли там, появилась ли возможность, ну, смысл. Вам удается переключиться? Да. Сделал кубных. Да, конечно. Насколько я понимаю, просто я грязь динаму, вы поехали на позе 16 часов, то есть ни одного выходного у вас нет. И не будет. Но все равно, и как вы это выдержаете? Ну, как видите, стою здесь, ничего, живой. Но сколько матчей туров вы смотрите? То есть сейчас какая ситуация сборная? Вы совместитель, Николай Николаевич тоже совместитель. Кто в данной ситуации смотрит все матчи, кто формирует тот список, который мы увидим? Юрий Валерьевич, во-первых, смотрит там вживую, то, что можно увидеть вживую, смотрит вживую, плюс есть видео все. На видео можно увидеть практически то же самое, тем более технические камеры. В лиге есть технические камеры, все это видно, даже лучше, чем на поле, если честно. Вы все 8 матчей туров, а у технических матчей? Нет, конечно. Сколько? Ну, 3 матча максимум. Ну, помимо Ростова, естественно. То есть, если сказать, как происходит Лойба, там где больше сборных? Да. Как это, я говорю, на то, что Николай Писарев в Краснодаре 2, может быть, его обязанности от этого уменьшились в сборной? Или кого тут добавится? Ну, уменьшились, мы только что говорили про это. Кто смотрит, то есть, до этого он смотрел тоже матчи, разъезжал, смотрел вживую, сейчас не может этого делать. Поэтому, естественно, уменьшились обязанности. Теперь кто-то другой это выполняет? Никифоров, который тоже выполнял. Юрий Валерьевич. Да, я понимаю, имеется в виду, что раньше они 2, например. А сейчас 1, Юрий Валерьевич. Какие глобальные, на мой взгляд, задачи сейчас решают сборные? То есть, я понимаю, что РФС сейчас в этом промо, оно пытается еще больше разъединить сборную к людям, к народу. Да, промо, когда будет в белокаменьке. Я думаю, что еще какие-то будут активности. Какие спортивные задачи решают сейчас сборную? Я говорю, для того, что мы работаем как на перспективу, и перспектива в тумане. То есть, есть некий тупик, и куда двигаться. У меня ощущение, что не знаете ни вы, ни РФС. А кто знает-то сейчас? В нынешней ситуации кто-то хоть что-то знает вообще? Вообще в жизни. Я не говорю про футбол. Есть вариант, о котором мы постоянно с вами говорим. Я говорю не про футбол. Вообще в жизни кто-то знает, куда мы движемся? В данной ситуации, вот прямо сегодня. Ну, если вы хотите об этом поговорить, то что вы заказал. Ну, вот именно. Вы не знаете, и я не знаю, куда движется вообще, что и куда, и как это будет. Там через год, через два, через полгода, через месяц. Вы говорите про футбол. Также мы не знаем. На данный момент есть соперник. Допустим, Катар или Египет. И футболисты. Или мы там хотим, понятно, во-первых, сыграть, во-вторых, выиграть. Все. Вот на короткую перспективу, на ближайшие пять дней. Или сколько? Семь дней. Семь дней. На ближайшие семь дней понятная перспектива абсолютно. Готовится к матчам. Ну, то есть сейчас мы можем сказать, что для этой сборной, в каком бы состоянии ни взывалось, главная победа. В том числе и для команды, которая будет играть с Египтом. Давайте так. Главная победа, но не победа любой ценой. Что же главная победа? Любого футболиста, спортсмена, даже не футболиста, который соревнуется, он хочет победить. Будь то шахматы, будь то хоккей, будь то, не знаю, гандбол. Любого спортсмена. Валерий Георгиевич. Ну, опять же, не любой ценой, как я говорю, там есть, там уже мы, допустим, под любой ценой, допустим, мы сейчас только с Пеняевым разговаривали, есть у него некоторые проблемы. То есть в локомотиве надо выигрывать, и его ставят даже с проблемами, допустим. В сборной мы этого делать не будем, рисковать здоровьем ради победы в товарищеском матче над, допустим, Египтом или Катаром, здоровьем футболиста не будем рисковать. Вот это я называю победой любой ценой, например. То же самое с другими футболистами, которые не приехали. Валерий Георгиевич, Вы назвали результаты Ростова в этом сезоне катастрофой. Как должна сыграть сборная России, чтобы это не было катастрофой? Должен сыграть хорошо. И все. И все. Тот вариант, о котором Вы постоянно говорите, и Вам постоянно вспоминают, что до 30 футболистов, сейчас есть несколько футболистов на пороге, понятно, что все цепляются к этой цифрой. Как Вы сейчас на это смотрите? То есть те, кто 30, 30 чуть-чуть плюс... Хорошо. Вот мы решили, там сказали до 30, а сейчас мы возьмем и раздвинем до 32, скажем. Все, тогда все успокоится? Да я не знаю, как успокоится. Ну, я к примеру говорю, тогда будут цепляться к 32, а почему 33 не развивайте? Ну, вот и все, ну окей. Поговорить все надо о чем-то. Просто есть разница, когда 30 защитников центральная может... Я про это и говорю, я про это и говорю. Будет 31, например, или 32, посмотрим. Житие, которому через пару месяцев 30, он не в зоне риска, в плане подальнего... Да посмотрим и решим, посмотрим и решим, что сейчас-то об этом думать. То есть, может, нет каких-то строгих рамок, это 30, это скорее так, больше фигурально, да? Больше фигурально. Так лучше? Хорошо. Ситуация, которая сейчас есть, то, что у нас нет официальных матчей, то, что предыдущий жор был принял, она как-то расхолаживает футболистов. Или с мотивацией вы не видите проблемы? Ну, честно говоря, я, во всяком случае, не вижу. Пока, пока не вижу. Кто-то из дебютантов, понятно, их много, была всего там одна тренировка, но кто-то, может быть, успел уже впечатлить с хорошей стороны, или кто-то, может, наоборот, разочаровал тем, что совсем ничего из теории не вынес. То есть, вы думаете, что за 15 минут тренировки, 20 минут тренировки можно что-то удивить или разочаровать? Ну, поэтому нет, никто не удивил и не разочаровал. Вы сказали про Сергея Пняева, насколько вообще вероятность, что он будет отцеплен из-за его повреждения? Если вы говорили, что есть проблемы, насколько вероятность, что он будет отцеплен? В зависимости, как он будет восстанавливаться. Вы говорили о том, что были разные варианты по соперникам. Может быть, что-то подробнее на эту тему сказал. Был ли с соперников какой-то топ-вариант? Потому что, по моим ощущениям, нам будет значительно легче, если мытьем, катанием, за деньги, за огромное нам удастся получить топ-соперника, а дальше будет проще. Был ли какой-то топ-соперник? Не знаю. Кто-то сорвался? Не знаю. Опять же, кто это топ-соперник? Это кто? Насколько я знаю, не было. Ну, мне говорил генсек Максим Митрофанов о том, что были некие переговоры, я так понимаю, через матч агентов, но потом бразильская сторона от матча отказалась. Вы знаете больше меня. Ну, мне, подожди, мне, зачем информация о том, кто с кем-то разговаривает? Пока нет какой-то конкретной информации. Мне, во всяком случае, говорят про более-менее какую-то конкретику, когда появляется конкретика. Все разговоры остальные... Все сильные соперники, про которые вы вам говорили? Иран. Ну, это случилось. Ну, вот все. Вот все. Но, смотрите, какая еще тенденция есть. Может быть, это мы сгущаем красный, и вы нас в этом поддерживаете. Вы говорите, что там непонятно, что будет дальше. Мы сыграли с Ираном, да, участник чемпионата мира. Мы сейчас сыграем с Катаром, участник чемпионата мира. Может, не все так плохо? То есть, удастся договориться все-таки с командами, которые там... Может быть. Не знаю, может быть. Ко мне... Я не участвую в переговорах. У вас были какие-то разговоры по поводу того, что делать дальше? Переходить ли в Азию и оставаться в УИФА? С кем? С РФС. Когда был последний разговор у вас на эту тему? Ну, вот когда эта тема возникала? Когда это муссировалось? Год назад? 30 декабря, да. В прошлый год. Вот тогда. Все, больше не было. Если бы сейчас у вас спросили, что было от РФС? По поводу чего? По поводу переходования. А мы там будем играть точно, если бы перешли туда. Ну, то есть, вы бы задали вопросы? Ну, да. Ну, такой же, как и вы. Я же, наверное, такой же человек, как и вы. Ну, я так думаю. Ну, я думаю, что просто вы больше знаете нас. Нет, больше я, честно, не знаю. Зачем мне эта информация не нужна? Вам она нужна, чтобы ее публиковать, чтобы ее давать, а мне она не нужна. Не нужна конкретика. Кривцов и Черников попали сначала в состав. Потом главный тренер Краснодар сказал, что не очень доволен тем, потому что им бы отдохнуть. Потому что были тяжелые травмы. В связи с этим? Или сами игроки бы просили? Потому что Кривцов сам там говорит, что очень прекрасное ощущение от того, что возле сбор. Ну, вам они говорят одно, что они счастливы, что они... А на самом деле там есть проблемы. Поэтому мы решили, как я сказал, любой ценой не надо. Поэтому решили, чтобы они восстановились там после травмы и у Черникова. Не только там лицевая, не только с лицом, так скажем, что он играет в маске. Еще другие есть кое-какие. Просто вы про эти темы, все темы, когда происходит это в клубах, вы об этом ничего не знаете. Это все вылазит, когда они вызываются в сборную. Вы же не присутствует на тренировках в Краснодаре, например. Не видите, тренируются, они не тренируются. Пеняев тренируются каждый день. Или он три дня пропускает, только тренируется перед игрой. Вот и все. Вы говорите, что вам нужна конкретика. Но опять же, в ваших слов мы понимаем, что конкретики насчет будущего нет. Вот в такой обстановке, насколько вам сложно вообще работать? То есть в футболистах, понятно, для них сборная это всегда. Мотивация там показать себя. Ну вот именно вас что мотивирует? Насколько сложно вот работать в неопределенности? Это есть поговорка такая, когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот и все. Вот такое конкретика. Конкретно там в сентябре месяце вот появилось три игры. Готовились, думали про одну игру, думали, искали вторую. Появилось три игры. Ну все, готовимся к этим играм. Что будет в октябре, не знаю. Знаете, кто соперники в октябре будет? Я тоже. Александр Головин доехал в магазине сборной. Как-то с особенным ощущением, может быть, его встретили, ведь сейчас можно говорить, наверное, что это сейчас главная российская звезда, если европейская. Из-за этого что, мы его стартом должны встречать или что? Нет, просто он давно и не был в сборной. Ну, как обычно. Важный момент. Я правильно понимаю, что этой игры не будет в реестре FIFA? Без понятия. У вас были сложности с привлечением футболистов? Вот Головина, Миланчука. Нет, ну вот вызов, послали им вызов, Головину, Миланчуку послали вызов, все, Головин приехал, Миланчук, ну, уже знаете все. По объективным причинам, только-только, по-моему, два дня назад или три дня назад начал тренироваться. Как вы смотрите на ситуацию с Миланчуком? То есть, если я правильно понимаю, Тарина не готова, вероятно, покупать его за такие деньги, которые хочет от таланта, а сам он не хочет уходить в какую-то дальнейшую аренду. Как вы смотрите на такую ситуацию? Советуются ли с вами футболисты? Со мной, он, Миланчук нет, ну, или футболисты нет, они советуются со своими агентами, там, с папами, с мамами, наверное, с женами. То есть, свою карьеру они сами определяют, это нормально. Олег Георгиевич, по поводу недалекого будущего, у вас есть уверенность, что в октябре сборная соберется? Ну, думаю, что да. Надежда есть. Уверенность, скажем, что я на 100% уверен. Ну, я думаю, что да. То, как начал Кузяев во Франции, вас удивило? Нет, почему? Ну, очень ярко. Ну, не удивил, почему не надо его удивлять? Начал, забил два гола, если не ошибаюсь. Ну, замечательно. Ну, замечательно. Как-то обсуждал с вами это продолжение карьеры, что он же не самый? А как вообще оцените такой его переход? Ну, для него самого? Давайте так, ну, ему уже не 15 лет, по-моему, да? Ну, 30 лет. Ну, давайте ему, 30-летний мужчина может сам определить, что ему нужно в его карьере, что не нужно. Что у вас сейчас в моменте ситуации, когда нет просвета, как я понимаю, когда нет официальных матчей, нет официальных турниров, я думаю, что у вас такая сложная логистика у клубной команды, что вас мотивирует сейчас работать в Борной России? Сборная России. Ну, что именно, трестиж? Сборная России, да, это сборная России. Мне кажется, этим все сказано. Да ладно, что пускай задают. Лучше пускай здесь зададут сейчас все вопросы, и все. Правильно понимаю, что... Пускай задают. Раз иностранцев продолжают вызывать новыми за границей, то и Кузяева в будущем тоже вызовут. Куда? Сборная, конечно. Ну, да. А почему нет? Ну, это в том числе и границы с возрастом, я понимаю, что уже обсудили, но и в том числе из-за того, что за рубеж. В общем, Кузяева будете продолжать рассчитывать? А почему нет-то? Потому что иностранный... Ну, иностранный... А Головина мы не вызвали? Головина вот сейчас, он первый раз приехал. До этого мы не вызывали, чтобы не дергать из-за логистики. Вот и все. То есть мы тогда решили, что не надо вызывать. Сейчас решили, что надо. И Кузяева тоже вызвали, за меня было красной карточки. Да, это я понял. Ну, так и все. Вопрос, не понимаю, суть вопрос просто. Ну, что, просто продолжать будете рассчитывать? Будем продолжать рассчитывать. Так понятно? Конечно. Хорошо. А тогда вот в эту тему по поводу Захаряна, да? Понятно, сейчас не вызвали, потому что адаптация. Октябрь, это уже достаточно время пройдет для его адаптации и для того, чтобы его вызвать на сбор? Или это будет обсуждаться уже ближе к оптикру, вы конкретно со сценами готов на вверх? Достаточно ли времени пройдет к октябрьскому сбору для того, чтобы можно было его уже дергать, Возможно, времени недостаточно, мы посмотрим, но будем смотреть, как он там адаптируется. Будет он играть там? Адаптация имеется в виду игровое время или просто... Игровое время тоже, естественно, если он играть вообще не будет. Ну, допустим, не дай бог. То есть, даже несмотря на то, что... Ну, вы знаете его уровень, то, что игрок играет в европейском клубе, без игровой практики Захарян вызывается в сбор? Возможно, нет. Если на его позиции будет футболиста, который мы считаем сильнее, зачем тогда его вызывать, если он там еще и не играет? То есть, были заслуги вообще не гадные? Вы как-то проговаривали с РФС, с собственным спортивным проектом на будущее? Потому что получается, смотрите, может быть, и я не прав, логика какая? То есть, у нас нет отдаленной перспективы, понятной, к чему мы готовимся, да? Но в то же время, возможно, часть игроков из-за этих ограничений после 30 не зовем, мы отсекаем. У вас не было никогда мысли за эти два года, ну, непонятная ситуация, просто вызвать тебя, кто сильнее на данный момент? Не думайте о перспективе. Нет. А что заставляет думать о перспективе? Требования РФС? Ну, потому что все равно, нет, потому что, ну, будущее все равно, оно будет. Знаю, когда, да. Через 10 лет будет, через 20 лет будет. Вы видите, наступит ли 2030? Да. Мы уверены? Вернут нас туда? Не вернут? Нет, вы у меня говорите все время про будущее, спрашивайте. Сейчас вы мне спрашиваете, а 1933 год наступит? Не наступит 1933 год? Он наступит, где мы будем? Какой-нибудь другой вопрос? Вы мне задаете вопрос, и сами на него ответили, сами отвечаете на него. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас конкретно готовимся к матчам в Египте и Катаре. Вам удалось посмотреть, как Катар на Читайте Мира? Какие-то матчи? Нет. Ну, одну игру я смотрел, там, да, матч открытия. Пускай, что я смотрел. Смотрел, но не видел, так скажем. Одно дело смотреть, другое дело видеть, разные глаголы. Смотрел. То есть вообще никакого ощущения не осталось? Ну, забылось? Ну, во-первых, я говорю, не смотрел, но не видел и не анализировал. Ну, играет и играет. Ну, окей. Разделение на группы. Вот то, что мы сегодня для анализировки. Это все, кто будет в группе 1. Точнее, это все, кто будет в группе 1, или кто-то еще, в том числе, может, Пеняев пропускал? Он вместе с группой 1 занимается? Пеняев, когда восстановится, если восстановится. Когда восстановится, понятно, что он не то, что он инвалид. То есть пару дней паузы и возможность может принимать участие. Тогда будем решать, где он будет принимать участие. То ли в группе в одной, то ли в другой. Он там и там может участвовать. Ну, а по Литвинову, который сегодня здесь. Не Литвинову, а я сейчас. Карпукаса. Карпукас. Атем Карпукас. Карпукас, да. По нему решили, что он будет в основной. Да. По нему, да. Ну, раз его здесь нет, значит, да. На ваш взгляд, как вы видите, сейчас уровень нашего чемпионата. Вопрос вызван тем, что здорово нам уже начал Кузяев. Купили за хорошие деньги Захаряна. То есть наши футболисты по-прежнему востребованы. Более того, они показывают там определенный уровень высокий. Что можно сказать про уровень нашего чемпионата? Уровень чемпионата и отдельные личности – это разные вещи. Абсолютно. И опять же говорить про то, что у нас сколько там. Ну, грубо. Я не беру какие-то другие лиги. Там четыре футболиста, по-моему, да? Ну, вы знаете, в Европе играете? Да. Ну, Миранчук, Головин, сейчас Кузяев и сейчас Захарян. Еще не играет. Ну, уехал. По-прежнему востребованы наши футболисты. Когда у нас будет 50 человек играть, тогда можно говорить, что наши футболисты востребованы. Если у него не было, тогда и вы. Хорошо, это 20. Хорошо, 20 хотя бы. 50-хотя бы. Хотя бы 20, но не 4. Наши футболисты не востребованы. Тоже по группе. Костика Тюкаевна тоже здесь не было. Он тоже в основной. Правильно? Нет. Что? Объявят. Все объявят. Когда Бакаев вызывался в сборную, вы говорили, что обсуждали с ним его игровое время в Зените. Был ли сейчас такой же разговор с Коваленко, который точно так же почти не играет в Зените? Нет. Не было такого разговора. Если бы не было матча с Египтом, Коваленко бы не вызвали. Как вы считаете, ему стоит продолжить играть сейчас в Зените или все-таки стоит рассмотреть варианты аренды, если он есть? Если продолжить играть, то стоит. Если продолжить сидеть, то не стоит. Но опять же, не я это определяю. Они сами, футболисты, определяют карьеру со своими близкими людьми. Начиная от Папсмана и заканчивая агентами. А раз спросили про Бакаева, как видите вы перспективу с учетом отъезда Малкома и того, сколько он времени сейчас получает в Зените? Сколько он получает времени? Ну, я хотел сказать, что по въезжим недостаточно, но он там выходит на 40. Ну, и до этого выходил. Все же меньше было. Хорошо, будем считать минуты сейчас. 25 или 30. Тема отъезда. Вот эта логика, которая транспируется сейчас, о том, что чтобы прогрессировать, нужно уезжать, наших футболистов непременно надо уезжать. В чем разница мотивации, та, которая была у вас, когда вы уезжали в 90-м? В 90-х годах, да? В 94-м мы уехали. И нынешние молодежи. То есть, можно сказать, что у вас, когда вы уезжали, логика была просто больше зарабатывать. А сейчас она немножко другая. Ну, у нас, да. В наше время, да. Еще и, помимо того, попробовать другой чемпионат, понятно. Ну, еще и больше зарабатывать, да. Сейчас, может быть, не знаю, какие зарплаты там, допустим, у Захаряна какая была в Динамо и какая в Релсо-Седаде. Крузия, насколько я понимаю, даже на меньшие деньги поехал. Ну, назначительно. Да, поэтому там такой логики. Заработать больше, наверное, даже у многих. Или не настолько больше. Поэтому логика другая. Поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. Ну, а сейчас еще и поиграть в Еврокубках. Как вариант. Я хотел еще вопрос Копинцева спросить. Вы долгое время его не вызывали. Когда вам задавали об этом вопрос, вы говорили, что вы знаете его способности. Вызывать, по сути, его не для чего. А почему сейчас все-таки решили вызвать его? И, как я понимаю, он был в списке до того, как он стал. Супер расширенный. Да, супер... Ну, что ж такое, зашивайся. Ну, супер расширенный список, когда появились еще две игры. Что вы привязываете к этому? И там были довызваны футболисты 2001 года и младшие. Да, я понял. Поэтому здесь... Причем здесь супер расширенный. В списке до того появились еще две игры. Да. Почему вот на этот сбор вы решили... Скопинцев, что раньше вы его убивали? Потому что защитники крайние, которые мы вызывали условно... Хорошо, один пример выведу. Наверное, будет достаточно. Допустим, Хлусевич, которого мы вызывали там всегда. Он играл справа и слева. То сейчас Хлусевич будет играть с Египтом. Нужно было вызывать крайних защитников. Решили вызвать Скопинцеву. Опять же. Причем не было тогда известно о двух играх. Это вам не было известно. При вызове наших легионеров вы из неких противодействийных клубов. Было ли такое, что оттуда намекали из клубов, что лучше их сейчас не держат? У меня... Ну, лично у меня не было никаких звонков, ни сообщений, ничего не было. Гладышев, может быть, не лучший момент провел. Вот матч с Патаком, смотря на кубок, его ялички снял. И вот, в принципе, вот он играет с напольсником. Видно, это в игре, может быть, скованность какая-то. Вы с ним обсуждали, что он может, готов играть? Доктор с ним обсуждал, да. Тенденция чемпионата, я хочу спросить. Чувствуете ли вы, что наш чемпионат меняется в сторону более атакующего футбола? Очень много голов забивается. И с чем вы это связываете? Ну, в том году уже была такая тенденция, по-моему. В том сезоне, я имею в виду. С чем вы это связываете? Ну, с тем, что да, что уже стало меньше команд, которая играет, так скажем, в закрытый футбол совсем. Меньше команд стало раз. И второе, наверное, с тем, что уровень защитников упал. А вы связываете с тем, что уровень защитников упал, потому что много инстанций приехали? Ну, и это тоже, да. Те, кто приходят на смену? Ну, приходят, посмотрите, молодых, сколько играет. Молодые, естественно, там, особенно защитники, если там нападающий ошибся и не забил, но про это все забыли. Ну, и ничего там, не решилось. Молодой защитник ошибся, забили гол, поэтому много голов. Поэтому не только, не только там уровень нападающих повысился, допустим, уровень, может быть, нападающих остался и на том же уровне. А там уровень защитников стал ниже, поэтому много голов. Стало больше ошибок. Дэчный, который сейчас идет, связан с тем, что просто вот такой возраст, когда нужно совершить эти ошибки, или с чем это связано? Ну, с нестабильностью, да. Ну, то есть вы видите в нем потенциал, я отдельно останусь на этом защитнике, потенциал игрока, основного состава сборной на долгие годы в этой позиции. Посмотрим. Чего загадывать, во-первых, зачем говорить про это, потенциал, не потенциал. Да, качество есть, есть. Сможет он их реализовать, посмотрим. Или если будет играть так, как он сейчас играет, там, одну игру, да, две нет, и наоборот, значит нет. То есть стабильность, но она приходит с годами. В ротаре вообще говорят, там, к 30 годам они только начинают нормально играть. Стабильно, я имею в виду. Валерий Беоргиевич, несмотря на отстранение, следите, может быть, за европейским футболом, учитывая, что... Я имею в виду просто, что вот на Еврокубковой СИЗО стартует, там, групповой там, всех, на Еврокубков, определиться, может быть, что-то интересное. И в том числе и группа Реал-Соседатова с Арсеном. Ну, уже следите за европейским футболом? Ну, за европейским, ну, как обычно. Ну, как бы, очень... Чего изменилось-то? Не знаю, как-то иногда кто-то говорит с футболистов, понимает, что он игран, но что все уже... Ну, если, значит, им неинтересно, ну, окей. Я же следил не потому, что мы играли в Еврокубках, хотя мы сразу там один раз сыграли за 6 лет, что я не следил за европейским футболом. Ну, как бы, у меня ничего не изменилось. Ну, это вопрос, насколько я понимаю, коллега, что, когда мы не играем второй силой в Еврокубках, интерес падает. Если нет, то состояние наше, не наше. Ну, у болельщиков, да, наверное. Ну, и, ну, давайте так, я же не смотрел футбол европейский, как вы его называете, или европейский, там, английский чемпионат, потому что мне интересно за кого-то болеть. Я же не поэтому смотрю. То же самое, как и Еврокубки. 9-го числа будет матч в памяти Цимбаларя. Если я правильно понял, вы в этот момент будете здесь, на злах. Вы умеретесь из Египта, вы будете участвовать? Нет. Не звали, вы сами не хотите? Да, некогда. Ну, некогда. Ну, у нас две тренировки, во-первых. На сегодняшний день тренировку, потом вылет, ну, ничего, разорваться что ли. Каким он запомнился Цимбаларем? Какая-то памятная ситуация, история, если коротко не вспоминется. То одной памятной, наверное, нет ее, одной только. Много, много всяких ситуаций. Было разных, ну, в большей степени, естественно, вспоминается смешных. Понятно. То есть прикольный был, так скажем. Ну, из того, что, как бы, так сказать, прикольный, что это какой-то анекдот. Да, постоянно. Ну, а детский юмор у него, вот это, постоянно, прошу, то есть, одного не вспомнишь, то есть, человек-юмор.